Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Сегодня 14 апреля 2024 года. Иран все-таки начал прямую атаку на Израиль. В Израиле началась новая война, уже напрямую с Ираном, их главным врагом, стремящимся уничтожить и стереть Израиль с лица земли. Это главная цель Ирана, который запустил сотни боевых дронов и ракет со своей территории по Израилю, большинство которых было сбито, даже не войдя в воздушное пространство Израиля. Но важен сам факт этой прямой атаки. И теперь Израиль без всякого сомнения нанесет ответный удар. Этот удар будет очень сильным и жестким. Американская система предупреждения уровня Дивкон по Ближнему Востоку находится на уровне 2. Уровне опасности, предшествующем максимальной угрозе. Приведет ли это прямая атака Ирана на Израиль к началу Третьей мировой войны? Очень возможно. Потому что мы знаем, какие союзники есть у Израиля. И знаем, какие союзники есть у Ирана. И все эти события вокруг Израиля только подчеркивают наступление событий последнего времени, как периода второго пришествия Иисуса Христа. Все пророчества, описанные в Библии, говорящие о последнем времени, показывают, что эта маленькая страна на карте мира будет в эпицентре событий. Иерусалим, против которого соберутся все народы земли. И это время приближается. Но что говорит Господь? Сделуй Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. А соберутся против него все народы земли. И будет в тот день. Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Для Израиля наступило очень трудное время. Но Бог не оставил Израиль. Без его воли ничего не происходит. И мы молимся за Израиль. За избранный народ Божий, которому только в это страшное время, последней седмины, будет открыт их истинный и единственный Мессия, Иешуа, их Царь и Господь. Бог будет судиться с Израилем, как говорит через пророка. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета. Возможно, что несколько дней назад с 1 Ниссана 5784 года по еврейскому календарю наступила последняя 70-я седмина для Израиля, которая продлится до 1 Ниссана 5791 года. По Григорианскому календарю с 9 апреля 2024 до 25 марта 2031 года. Возможно, что эти 7 лет скорби и великих бедствий начались после полного солнечного затмения 8 апреля. Но книга Откровения показывает, что восхищение всех, кто во Христе, произойдет до начала всех событий судов и до начала мировой войны, когда со снятием второй печати мир будет взяться всей земли. Атака Ирана на Израиль происходит за неделю до Песоха. До Песоха, который начинается 22 апреля, остается неделя. Почему мы смотрим на Израиль и как-то стараемся понять их календарь, понять символизм праздников? Почему мы смотрим именно на время праздников по еврейскому календарю? Потому что это назначенные Богом праздники, его Маэдим. Это назначенное самим Богом время встречи. И Иисус Христос, Иешоа Мессия почти 2000 лет назад приходил к избранному народу Израиля, чтобы исполнить часть этих Маэдов. Исполнить именно в то время, которое назначил Бог, не раньше и не позже. Вот так могут выглядеть семь Маэдов Божьих, которые записаны в Левит 23. Эти семь праздников Господних символизируют минору, семь свечей, и точно показывают назначенное время встречи самим Господом. Так и было сказано Моисею. Вот праздники Маи. Первый праздник Песох состоит из трех праздников. Сам Песох или Пасха, Левит 23.5, в первый месяц, в 14 день месяца, вечером, Пасха Господня. В этот день, 14 Ниссана, перед выходом народа израильского и из египетского плена, они должны были заколоть Агнца и помазать кровью косяки своих дверей. Тогда ангел-губитель пройдет мимо. Песох – это пройти мимо. Это праздник избавления и освобождения, так сказано в Исходе 12. И будет у вас кровь знамением на домах. И пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Кровь Агнца стала видимым признаком избавления от поражения и уничтожения. В этот же день, 14 Ниссана, только уже на исходе 4-го тысячелетия, был распят Иисус, став Агнцем Божиим, который взял на себя грех мира. Он умер на кресте в этот же день, 14 Ниссана, умер за все человеческие грехи, став совершенной жертвой, и его кровь является знаком на наших сердцах. Он был заклан и кровью своей искупил нас Богу. Песох – это пройти мимо. Все, кто омыт и очищен его кровью, все, кто пребывает во Христе, будут избавлены от губительных бедствий великой скорби. Так Иисус и говорит, сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать предсына человеческого. Когда? Возможно, в сезон этого Песоха. И в сезон Песоха включены еще два праздника. С 15 Ниссана – праздник Опресноков, 7 дней, до 21 Ниссана. И праздник первого снопа – это Амэр Ячменя, который возносился священникам на другой день праздника, то есть, вероятно, 16 Ниссана. С этого дня ведется отчет 50 дней Амэра, которые приводят к четвертому празднику – Шавуопу. Пятый праздник – Труп, осенью 1 Тишрея, 6 Йом-Кипур, 10 Тишрея и 7 праздник – Суккот, с 15 до 22 Тишрея. Это все времена встречи, которые назначил сам Бог. Это праздники Господни. Как они могут быть охарактеризованы символически? Песох – это Агнец закланный, весенний сезон. Шавуот – это Завет, летний сезон. И праздник Труп, Йом-Кипур и Суккот – это суды и искупления, осенний сезон. И мы говорили о том, что как Иисус символизирует Ячмень, первый сноп, так и невеста Его, посреди которой Он Сам. То есть, все, кто во Христе, могут символизировать Ячмень. Первый сноп, первых спасенных при восхищении. Ячмень – это преодолевающие и побеждающие с Ним, живущие с Ним в полном духовном единстве, живущие по духу, но не по плоти, любящие и ожидающие. Все, в ком живет Дух Божий и кто является храмом Его. Все, кто омыт и очищен Его кровью, кровью Агнца. Они не нуждаются в более жесткой обработке и очищении во время скорби, потому что уже готовы, уже омыты и очищены Его кровью. Символически на косяках их дверей – кровь Агнца. Они не привязаны к этому миру и живут только Христом. А потому будет использован тот же принцип – пройти мимо. Песох – это пройти мимо. Не оставить на время Божьего гнева в этом мире. Как говорит Павел, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, закланного Агнца, умершего за нас, чтобы мы бодрствуемли или спим, жили вместе с Ним. Все, кто живет вместе с Ним, доверяют только Ему всю свою жизнь. Все, кто уже омыт и очищен через веру Его кровью, будут восхищены перед началом Божьих судов. Песох – это пройти мимо. А потому именно этот пасхальный сезон, весенний сезон 2024 года, может быть временем восхищения всех, кто во Христе, невесты Его, о которой сказано «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла, дождь миновал, перестал!» Время Песоха – это время или сезон закланного Агнца, искупившего нас своей кровью. Какое же огромное значение в Божьем плане спасения имеет Агнец, принесенный в жертву в Песах? Кровью Агнца евреи помазали косяки своих дверей, и ангел-губитель прошел мимо. Мы, пребывая во Христе, искуплены кровью Агнца, и потому не подвергнемся гневу Божьему, но будем выведены им. И Иисус говорит «Я сохраню тебя от годины искушения». Сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Может ли книга Откровения показывает восхищение во время Песоха? Как-то намекать нам на это? В четвертой главе символически показано восхищение, и все восхищенные уже в новом образе, образе двадцати четырех старцев, сидящих на престолах. А в пятой главе два раза повторяется «Агнец закваны». «Агнец закваны» – это время Песоха. Такое словосочетание «Агнец закваны» используется только два раза во всей Библии, и оба раза в пятой главе книги Откровения. Откровение, пятая глава, шестой стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закваны». И второй стих тоже в пятой главе. «Достоин Агнец закваны принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение». Агнец закваны – это сезон Песоха. Может ли это намекать нам на время, или сезон Песоха при восхищении? Мне кажется, что это возможно, и для меня это такой новый штрих в книге Откровения. Словосочетание «Агнец закваны» используется только в пятой главе, где перед началом Божьих судов восхищенная невеста будет посажена на престолах и будет присутствовать на инаугурации царя славы. Когда он возьмет из рук Отца запечатанную семью печатями книгу и начнет снимать с нее печати, после чего начнутся Божьи суды. Когда будет дано выйти человеку греха, и начнется мировая война? Далеко ли сегодня, этой весной, перед началом пасхального сезона? Мир находится от ее начала. Я думаю, что совсем недалеко. А потому этот пасхальный сезон 2024 года может стать временем нашего избавления и освобождения из плена этого мира. Временем восхищения, которого все мы так сильно ждем. Месяц Абив или Ниссан ассоциируется с Божьими чудесами. И мы ждем самого главного чуда в нашей жизни – восхищения и встречи с драгоценным Господом и Царем нашего сердца. Время Церкви, как время благодати, идущее от первого пришествия Христа, заканчивается, и начинается день мщения Бога нашего. Это все время последней 70-й седмины, которая предназначена для народа Израиля. И Израиль сегодня находится в очень сложном положении. Враги, желающие его уничтожить, истерить с лица земли имя Израиля, подняли головы, как говорит Псалом. Во время Песаха 2024 года в Израиле в жертву может быть принесена рыжая телка, что тоже является очень сильным признаком последнего времени. Временем последней битвы Господа с дьявольскими силами зла. Эта битва начинается. И единственное, что удерживает сегодня выход этих сил зла – это восхищение, это то, что Церковь Невесты Иисуса Христа еще здесь. Сколько это продлится, мы не знаем. Но так верим, что Господь совсем рядом, что Он при дверях. И совсем скоро Он откроет эту небесную дверь перед теми, кто ждал и верил. Перед теми, кто так любил Его, имел терпение, имел масло в своем сердце. Перед теми, кто имел эту благословенную надежду и в ком горел огонь веры. Кто жил им и смотрел только на Него. Кто имел с Ним личные и близкие отношения. Этих людей как магнитом притянет в небо. Всех, ком жил Дух Божий, как магнитом притянет в место, которое Иисус приготовил. Мы увидим славу Его и радости нашей уже никто не отнимет у нас. Как же хочется испытать эту совершенную радость полного освобождения. Как сегодня трудно испытать хоть какую-то радость, глядя на все, что происходит в этом мире. Но я так верю, что совсем скоро мы испытаем такую радость, которую даже не можем себе представить. И слава Иисуса Христа откроется в нас. Наши тела будут преображены при восхищении. И мы уже всегда, навечно будем с Господом. Находясь в ожидании пришествия Иисуса Христа, очищаемся ли мы и освящаемся этим? Конечно, очищаемся и освящаемся каждый день, прославляя Его в своем сердце. Потому что если ты веришь, что Господь может прийти сегодня, ты не будешь делать каких-то недостойных вещей. Бодрствуй и ожидая Иисуса Христа, ты будешь жить чистой и святой жизнью перед Ним. Как же важно для каждого человека на земле принять этот Божий дар спасением по благодати. И единственный путь в вечную жизнь – это узкая дверь Иисус Христос. Агнец, заклонный за нас, воскресший и живой, первенец из мертвых, победивший смерть и искупивший творение для вечной жизни. Поэтому я так верю, что этот весенний или пасхальный сезон 2024 года очень важен для нас, ожидающих восхищения, любящей и любимой невестой Иисуса Христа. Господь грядет, и восхищение так близко. Мы просто еще на один день стали ближе к этой долгожданной встрече. Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Поэтому так важно сегодня проснуться от сна, бодрствовать и ожидать Иисуса Христа, потому что внезапно придет Господь. Да, мы не знаем точного дня и часа, но продолжаем ожидать Господа на всякое время, в терпении, любви, смирении и кротости. И стараемся поддерживать и ободрять всех любящих и также ожидающих этого великого дня. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел и совершился весь план Его спасения и искупления всего творения. Да будут чресла наши припоясаны. Об этом предупреждал Иисус. И так было сказано перед выходом израильского народа из Египта в дни Песоха. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов своей кровью. И вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Гряди наш Господь, Маранафа. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин